На четверг-пятницу планирую кастрировать этого персика. Оборзел палец в крае, как не вижу, а вон то один ухолод. То есть надо его кастрировать, поможет нет, не знаю. Ну, будем резать его. Феликса буду оперировать. Ну, когда, не знаю, Настя, приедет в четверг или пятницу. Феликса будем еще раз пытаться, потому что вырезать надо, потом сразу будем делать переливание крови. Пока Кристина здесь, мне нужен будет человек, чтобы держал. Поэтому планы у нас, как у Наполеона, конечно. Самое страшное теперь с Феликсом. Там такое творится, и будет ли оно опять расти, никто не знает, в чем дело. Ну, и персик как-то вот он. Ну, правильно, коты обрастают очень долго. Это долго, месяц-два, пока оно обрастет. Это тяжело обрастается, это я уже знаю. Тем более, он весь сейчас изначально, вот только облысел, а теперь вот сидит на одном углу. Ну, говорю, парень освоился полностью. Так что, ласочка растет. У малыша приступов пока больше не было. Вот это я сейчас препараты ему даю, и вроде как приступов не было. Поэтому все потихоньку, все, конечно, не так, как бы хотелось. Но что теперь делать? Вот у дружка, да, я не пойму, но у дружка парализовала заднюю ногу. Не парализовала, а свела судорогу. Поэтому не знаю. Смешно звучит, да. Для спинальника, ну, это свела судорога. Ну, получается так. Что это, я не знаю. Но пока с дружком мы так. Каблеточки ему тоже даете, что даю рексику. Ну, а потом посмотрим. Потому что, в принципе, он-то на одной паре единственное, что-то лапу сводит судорога, и были два приступа у него. А так все одно и то же. Катается, ездит. Только, видите, на коляске, когда он ездил, нога у него работала. А теперь она у него поджата, сводит судорога. Не знаю. Ну, в принципе, как мне правильно Настя сказала. Говорит, а что вы хотели? Он коллега, он перебитый. О чем я говорю, да? Я хотела, чтобы он здоровым стал. Ну, ладно. Поэтому. Рексику стала лучше, Маруське тоже пока лучше. Ну, Маруська, у меня чахлая кошка. Она всегда, я ее такую нашла. Она всегда такая очень, ну, бывают приступы, она бывает плохая кошка. Поэтому. Ну, слава Богу, начала кушать. Она, конечно, как скелет обтянутой кожей у меня. Но, главное, кушает. Подлечила немножко, кушает. Почки, почки это дело плохое. Посмотрим. Ну, пока так у нас все. Потом повезу котову еще по мере, как по возможности. Деньги нужны, обследовать надо. Не знаешь, за что охвататься, понимаете? Или кормить, или строиться и обследоваться. То есть, все оно как-то действительно. Я же говорю, вот аппарат УЗИ был бы, как бы вот это вот еще, не знаю, даже, стыдно даже людей просить об этом, но было бы замечательно. Знать, какие проблемы, чем кого кормить и, может быть, вовремя дать таблеточку, чтобы... А так я же говорю, мне надо сейчас минимум 12-13 котов, тех, что я подозреваю, да, на проблемы с почками, обследовать. Плюс отвезти, вот тебе, пожалуйста, да. Вот одних отбок, я же только заказала препаратов. На, 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 сейчас скажу, не помню. Не хватит, придется еще заказывать. Я так сразу уже взяла, потому что должны привезти на выходных. То есть, ну, как всегда, приходится выбирать. Ну, хорошо, говорю, в этот раз так хорошо, как-то сложилось все удачно. А мне главное сейчас вольер. И на вольерчик заказала, говорю, таблеточки, так что, как-нибудь, как-нибудь. Спасибо большое. Поэтому все наши приюты, приюты держатся на вашей помощи. Благодаря вам. Наши такие люди, у нас, ну, у нас все такие, тем более, может быть, злые люди. Тем более, еще животных не любят, поэтому вот так вот получается все.